Верёвка в 92 году освободился и приехал в Откинск. Это под Ижевском, там рядом, в Удвуртии. Ну, короче, там какую-то бабу нашёл, жил там, она в общаге жила, короче, он туда к ней пристроился. Ну, и там через какое-то время, уже в 93 году в конце, он там с вахтёршей что-то, слово за слово зацепился. И, короче, она там кипиш подняла, орать стала. Ну, и он свалить хотел, но там с комнаты выскочил, короче, у гражданки, ну, мент был. Короче, выскочил туда-сюда на него что-то, он верёвка-нож достает ударить, а тот выхватывает свой ствол и два раза ему выстрелил. Короче, и так верёвки не стало. В 93-м году, вот. Потом Сажезинс его куда-то отвалило в деревню. Ну, мне пацаны говорят, поеду, они сейчас в Казахстане живут. Ну, если будут водкинские в этом, ну, узнают подробно, что там, чего там, фотки сбросят. Ну, пока, мисс, вот таком. Он общался с Эльдаром Касимовым, с этим. Короче, тот приезжал. И пока живой был, вон, верёвка. А потом похоронили его там. Ну, конкретно, я как понял, никто не ходит туда. Никто, как у нас в Петрухе, никто не ходит и никому не надо. Вот такие дела. И так же там, ну, обещали, говорит, позвонят, узнают, бабу найдут тут. Там должны быть хоть. Ну, верёвка мало был вообще на свободе меньше года. Ну, он погиб так. И, получается, особо не фотографировались тогда. Видео тогда не было. Телефонов не было. Ну, это 93-й год. Ну, вот. Вот такие дела.